Новое обновление для Fallout 76 вышло уже несколько дней назад, а я до сих пор не закрыл все активности в нем. И нет, на удивление не из-за их низкого качества, а как раз таки из-за их огромного количества, изучать которое самое оно в новом режиме выживания. Всем привет, это Овер и я диву даюсь, что отзываюсь о 76 в положительном ключе. Сегодня рассмотрим новое обновление, а если вам понравится, несколько позднее в отдельном видео разберем его лорную составляющую. Но, прежде чем начать, стоит отметить, что наконец-таки в игру стали добавлять контент, стимулирующий в нее вернуться. Новые квесты, активности, события и новый режим. Всего этого вполне достаточно. И если вдруг у вас будет на то возможность или желание, воспользуйтесь ссылкой из описания, потому что она приведет вас на гейпстор.ру, где Fallout 76 и вообще любые другие ПК-игры стоят значительно дешевле. Что 76, что 4, что Нью-Вега, что Изометрия здесь стоят гораздо дешевле, поэтому не ленитесь вкачивать свой интеллект и экономить крышки. Ссылку я оставлю в описании. Новый аддон весил 2 гигана ПК и 6 для консолей, что вполне себе много. В большинстве своем это новая квестовая линия, побочки и хай-левельные события, суваться в которые не стоит ниже сотого уровня или же без высокоуровневого пати. Но давайте обо всем подробнее и по порядку. Квестовая линия «Что скрывает Лоу» — это история, повествующая о работе ученого, который попытался воссоздать ультимативного ручного штурма трона с матрицей поведения и повадками от криптида под названием «Щипсквотч». Слава Малероту, наши великолепные локализаторы просто решили проигнорировать перевод имени собственного и просто перевели наименование монстра транслитом. Однако косяков с локализацией до сих пор уйма, что в очередной раз демонстрирует отношение людей к тому, что они, возможно, называют работой. Но давайте о контенте. Об этом мутанте «Шипсквотче» действительно шептались в настоящей Вирджинии в свое время. И многие из подобных историй почти полностью были перенесены в игру. И вот здесь уже есть о чем подумать. Во-первых, истории, влиты в игровой мир, крайне органичны. Беседка действительно постаралась, чтобы частички лора внутри игрового шипсквотча раскрывались не спеша и где-то даже весьма нативно. Его история пронзает нитями как новый сюжет, имеющий свой отдельный нарратив, так и побочки, в которых мифам и фольклору уделено особое внимание. Хорошо ли это? Безусловно. Только, к сожалению, не для всех. Видите ли, квесты из нового DLC, как и было присуще в Fallout'у года ранее, просто заставляют перемещаться вас по локациям, параллельно рассказывая новую информацию и лор. В 76-м нет полноценных NPC, и вы это прекрасно знаете, но в новом DLC даже роботов практически нет. Все, что ты делаешь, так это приходишь из точки А в точку Б, слушаешь голосапись или читаешь записку, и ищешь так называемые улики, чтобы продвинуться к конкретной точке квеста, которая дальше в любом случае заставит вас сделать то же самое, что вы делали до этого, репетативно подталкивая на изучение локаций, собирая записки и голосаписи. И вот вопрос. Интересно ли это? Ну, наверное, если вы привыкли читать терминалы или записки, собирая информацию по крупицам. Однако, все ли из вас так делают? Вот конкретно тебе интересно читать все и вся во время продвижения по квесту? Напиши в комментариях, а я предположу и попробую ответить за большинство из народа наперед. Наверное, нет. А особенно, если вы играете на выживании. Потому что сейчас, на старте DLC, модно убивать всех и вся на спавне, будучи в имбалансных шмотках, нафармленных в казуальном ПВЕ. Или, например, отстреливать всех и вся, от кепок до хайлевельных персонажей, тупо отсиживая на крышах квестовых локаций, вместо того, чтобы продвигаться по сюжету, демонстративно не включая и не пользуясь его с чатом. Класс. Но тут больше претензий к комьюнити, нежели чем к игре. Их, в отличие от игры, лечить, видимо, уже поздно. Однако, от нового режима я до сих пор балдею и в ПВЕ не захожу от слова совсем и ни при каких обстоятельствах. Квесты же, хоть и без NPC, прописаны действительно на ура. Интересные истории а-ля настоящий детектив, разбавленные довоенной криминалистикой, поствоенными секретами о мутантах и юмором, который в этот раз удивил. Так, например, ученые, создавшие ультимативного штурматрона, о котором я говорил несколько ранее, прописывая ему характер криптида, пользуясь довоенными отчетами ученых, которые этих криптидов изучали, подумал даже о репродуктивных функциях, точнее, чувствах машины, чтобы она работала и вела себя подобно настоящему монстру. Только вот по результату, ученый, наверное, немножко перестарался и сам стал объектом любвеобильных объятий и покинул виртуальный мир, будучи разработанным технологичными приспособлениями штурматрона. Все верно. Шутки про сношение человека с роботом перекочевали прямиком и сюда. Не хватает только вот. В то время как главный квест рассказывает историю пропажи штурматрона, побочки наоборот рассказывают о том, какими историями руководствовался ученый, создававший ультимативного робота, задавая ему характер так называемого криптида. Это было интересно почитать, но что по геймплею, спросите вы? Тут фактически кардинально ничего нового, кроме нового ивента, который и позволяет встретиться лицом к лицу со штурматроном Шипсквочем. Однако туда суваться мне еще рано. Там творится настоящее пекло и ад, а тем более на ПВП серверах. Похлеще, чем на какой-нибудь там матке зверожогов уж точно. Сам же ивент состоит из битвы со штурматроном, урон по которому проходит только тогда, когда кто-то из участников события тыкает в нужный момент по генератору, которых на карте находятся три, якобы пропуская сквозь себя ток, тем самым на время обезоруживая, а точнее дав окно своим товарищам для урона по боссу. Да, это уже хоть какая-то командная работа. Это гораздо лучше, поверьте мне, нежели чем просто закликивать мобов и тупо играть в тир с врагами. К слову о последних. Лично я за прохождение побочек и линий квестов лоу ни разу не встретил оригинальный прообраз штурматрона, то бишь оригинального щипсквотча. И несмотря на то, что фотография щипсквотча уже давно есть в интернете, повстречаться с ожившим мифом еще, судя по всему, никому не удалось. Но я могу ошибаться. Однако это не отменяет того, что в игре появляется новый контент, в котором более-менее интересно вариться, а особенно в новом режиме, о котором я делал отдельное видео, которое вы сможете посмотреть по аннотации сверху. Также с последним обновлением было внесено куча правок и фиксов, касающихся потери лута и крышек в ПВП. Падает теперь значительно меньше. Ну и торговцы в лице протекторнов теперь имеют при себе не 200 крышек на единицу, а 1200 на всех сразу. То бишь, слив до нуля баланс у одного торговца, торговый представитель другой фракции также окажется без баланса на счету. Ну и теперь представитель каждой фракции есть в торговом секторе White Springs, чтобы каждый трейдер был у вас по-другой. Угадайте, что же происходит в этой зоне на ПВП-серверах. Все еще ждем зеленые зоны, беседка. Все еще ждем зеленые зоны. В целом, обновление оставило после себя по большей части положительные эмоции. Радует, что их казуальный ПВП-дрочильня теперь можно уйти в выживач, хоть и со своими проблемами. А также радует, что на горизонте теперь намечаются якобы сложные данжи и норы, куда надо будет идти во все оружии, а особенно в ПВП-режиме. На фоне актуальных событий с грядущими ремонтными комплектами за Атомы и другими проблемами, подобные и грядущие обновления не могут не радовать. И хотелось бы, чтобы подобного было куда больше, чем запланировано на данный момент. Если и вас тоже, то до 15 апреля вы вполне себе еще можете попробовать свою удачу и поучаствовать в конкурсе по бесплатному Fallout 76. Все ссылочки я оставлю в описании. Если ролик был полезен или понравился, обязательно поставь палец вверх и поделись им с друзьями. Чем больше вас, тем больше контента и всяких ништяков. К слову о последнем. Если вам понравилось это видео и появилось желание, а главное возможность, поддержать меня как автора и получать личные эксклюзивы в ответ, то добро пожаловать на мой Патреон. Он недавно был крайне изменен и теперь доступен всем и каждому. Перед вами сейчас как раз таки ники тех людей, которые поддерживают этот канал на Патреон и не только. Среди которых сегодня Эбба Виес, Мистер Слэсхантер, Сержен Экс, Фоллинсноу1337 и другие поддерживающие канал как на Патреоне, так и на Донейшн сервисах, за что им в очередной раз огромное спасибо. А вам, друзья, спасибо за просмотр. На сегодня это все. Участвуйте в конкурсе, присоединяйтесь к Дискорду, если ищите команду для адекватной игры или новых друзей, подписывайтесь при желании на отдельный стрим-канал не по Фоллауту, ну и следите за новостями в соцсетях и прочих медиа, чтобы не пропускать новые ролики и стримы, потому что дальше только интересней. Вы смотрели Овер 9К5000. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok